И срочные новости, которые мы получаем в эти минуты. Количество зараженных коронавирусом в России на данный момент 658 человек. Данные прозвучали только что на заседании Кабинета министров. Премьер Михаил Мишустин предупредил, что губернаторы, которые не примут меры для противодействия инфекции, будут строго наказаны. И начинаем с новости последних минут. Только что в Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Россия усиливает меры против инфекции. Почти полтора миллиарда рублей будет потрачено на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса. Такое распоряжение около часа назад подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги выделяются Роспотребнадзору. Кроме того, власти сейчас готовят второй пакет мер по поддержке экономики. Также с этого дня расширен пакет профилактических мер для борьбы с инфекцией. Всем регионам рекомендовано закрыть кинотеатры, ночные клубы, детские игровые центры. А также обеспечить домашний карантин для людей старше 65 лет. Они в основной группе риска. В кратчайшие сроки должны быть увеличены объемы тестирования на COVID-19, в том числе с привлечением часов к лаборатории. Массовые проверки уже начались в армии. Проведено больше трех тысяч тестов. Все отрицательные. В Москве департамент здравоохранения разрешил лечение на дому пациентов с легкой формой заболевания. За последние сутки в столице направлены на выписку еще пятеро пациентов. А всего московские врачи вылечили от новой инфекции уже 14 человек. Но фиксируются и новые случаи заболеваний. К примеру, в Ставропольском крае заразился человек, контактировавший с главным инфекционистом края, которая привезла вирус из Испании и не самоизолировалась. Врача уволили. Против нее возбуждено уголовное дело. Под теми или иными ограничительными мерами находится уже почти треть всего населения Земли. Число зараженных в мире 422 тысячи. По мнению ВОЗ, следующим эпицентром заболеваний могут стать Соединенные Штаты. В Европе наихудшая динамика. В Испании, которая по числу зараженных догоняет Италию. Репортаж Анастасии Поповой. Если так пойдет и дальше, Испания вскоре может выйти на первое место по количеству заболевших в Европе. Их уже почти 40 тысяч. И цифра эта растет даже быстрее, чем в Италии. Половина погибших приходится на столицу – Мадрид. Власти готовятся досрочно закончить учебный год. Предприятия переориентируют производство. Автозавод «Сиад» будет выпускать аппараты искусственной вентиляции легких. Парфюмерные заводы переходят на выпуск обеззараживающего геля. Мы перегружены, нам не хватает персонала. Недостаточно докторов, недостаточно медсестер. Дома престарелых в Мадриде в осаде родственников. В одном из них 38 постояльцев заразились. А вместе с ними и больше половины работников. Дезинфекцию поручили армии, которая, войдя, застала жуткую картину. Брошенные старики, зачастую уже мертвые в своих постелях. Делом занялась прокуратура. Но проблема еще и в том, что забирать тела похоронные бюро отказываются, боятся заразиться. Ожидание затягивается на сутки. Под морг решено переоборудовать гигантский каток – почти две тысячи квадратных метров. В закрытом сейчас развлекательном центре «Ледяной дворец». А в Бельгии поднимают в небо полицейские дроны, которые не только следят за количеством людей в парках, но и напоминают об опасности коронавируса. Устные предупреждения уже не работают. После нескольких дней карантина полиция пришла к выводу, что пора переходить к более действенным мерам. Патрули теперь появятся повсюду, и в их полномочия будет входить не только выписывание штрафа, но в случае повторных и злостных нарушений они смогут конфисковывать мобильные телефоны и даже автомобили. Но то ли мешает хорошая погода, то ли это беспечность. Пока одни проводят дни в заперти, занимаясь спортом на своих балконах, другие так и не могут подстроиться под новые реалии жизни на карантине. Я сегодня спустилась в консьерж, сказать, пожалуйста, положите тряпку с флоркой перед входом. Она сказала, что это неэстетично. А вот с корабля уже никуда не убежишь. Вспышка зафиксирована на американском авианосце Теодор Рузвельт, который несет боевое дежурство в Южно-Китайском море. Заболели трое, на борту пять тысяч человек. В Британии набирают армию добровольцев. Четверть миллиона помощников должны будут разносить еду и лекарства во время карантина. А один из самых больших конференц-центров переоборудовали в госпиталь. Больничный центр Найтингелл будет состоять из двух отделений, каждый из которых рассчитан на две тысячи человек. Помогать больным будут как военные, так и врачи этого центра. Анастасия Попова, Лебернатские вести, Брюссель, Бельгия. Сейчас кадры, которые мы получаем в эти минуты. Российские военные вирусологи выдвинулись из Рима в город Бергамо. В составе колонны комплекс анализа и диагностики, мобильные средства дезинфекции, оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам. Марш совершают 22 единицы российской специальной техники, а также предоставленные итальянской стороной автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения. Колонну сопровождают местные карабинеры. Всего им предстоит преодолеть примерно 600 километров. В Израиле число зараженных новым коронавирусом приближается к 2000. Власти страны призывают граждан соблюдать карантин, но далеко не все обращают внимание на предупреждения. О мерах Сергей Пашков. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Высока угроза заражения. Полицейский патруль пытается загнать людей в надоевшие квартиры, когда хорошая погода, отсутствие обычных дел и ноющие дети выгоняют тель-авивцев из четырех стен. В шаббат, когда тысячи израильтян, не вняв инструкциям Минздрава, вышли на большую прогулку, власти решили ужесточить меры. Теперь жесткие правила карантина – это закон, за чьим соблюдением следят полицейские и киберподразделения контрразведки «Шаббат», которым при необходимости подключатся 8 арамейских батальонов. Нарушителей карантина ждет значительный штраф. Рецидивист, попадающий под статью о намеренном распространении вируса, может семь лет провести в тюрьме. Тесты на коронавирус в Израиле добывают, привлекая внешнюю разведку МОСАД. Сразу в нескольких городах открываются мобильные пункты тестирования на COVID-19. Это похоже на автомойку, а еще больше на автокафе, когда в освободившийся блок заезжает частный автомобиль, открывается окно и медик, одетый в специальный костюм защиты, берет мазок из ротовой полости на коронавирус. Сюда приезжают проходящие карантин на дому израильтяне, почувствовавшие вдруг недомогание. Южнокорейский опыт научил минимизировать риски и время при тестировании. Все происходит очень просто. Человек в мобильном приложении заказывает себе очередь так, как он это делает к врачу. Охранник на въезде сканирует его данные, а затем уже медик делает пациенту мазок, когда он на полминуты открывает окно автомобиля. Карантинные меры ужесточены. Большинство израильтян дома. Уже 700 тысяч человек зарегистрировались в службе занятости. Президент Риувен Ривлен предлагает измученным матерям немного отвлечься, выпить чашку кофе, посадить детей перед экраном, а он пока почитает им сказку про добрых соседей. Это сейчас важно. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Вести, Израиль. И снова к главной теме. Вся информация по ситуации с коронавирусом в России и в мире обновляется в режиме реального времени на официальном сайте stopcoronavirus.rf. Также в нашей стране работает единая горячая линия. Ее номер вы сейчас видите на экранах. Для всех, кто уже оказался на карантине или перешел в режим самоизоляции, создан еще один официальный интернет-портал доступвсем.rf. Там собраны все акции и предложения, в том числе бесплатные, которыми можно воспользоваться, находясь дома. Еще один полезный и важный ресурс мывместе2020.rf. Он объединяет всех, кто готов во время пандемии прийти на помощь. К проекту уже присоединились сотни российских компаний. Во всех регионах развернуты волонтерские штабы. Хештег акции в соцсетях мывместе. А тех, кому не все равно. Анастасия Литвинова. В питерском штабе волонтеров, готовив помочь, пока больше, чем просьб о помощи. Вы вот у нас заявочку оставляли на продукты. Да, было такое дело. Давайте сверимся по списку. Но каждый день о возможности обратиться к волонтерам и попросить их купить продукты. И лекарства узнают все больше пожилых людей. Так что без дела никто не сидит. 20 заявок в день. То есть, естественно, они все раскидываются между волонтерами. Кто сколько может. Такие центры развернуты сейчас во всех регионах страны. Вот Ханты-Мансийск. Волонтеры-медики привозят пенсионерам лекарства. Это лекарство на улице. Обратите внимание, тут указана доопировка. А это Тамбов. Анне Евстигнеевой доставили молоко и хлеб. Всем остальным она уже запаслась. Гречкой запаслись. Мы старое поколение, все время с запасом живем. К общероссийской акции взаимопомощи присоединились уже сотни учреждений. Это и частные предприятия, и общественные организации. На информационном портале мывместе2020.рф собрана вся информация. Есть телефоны горячей линии. Каша с булгуром, митлов из гаверина, соусом барбекю, куриные виточки. Это Москва. Крупнейшая в стране компания по производству готовой еды предложила бесплатно привозить свои ланчбоксы в московские больницы и кормить врачей. Сейчас они доставляют обеды и ужины медикам из института имени Склифосовского. Мы отправляем более 50 рационов. Это более 250 блюд в сутки. Во Владимирской области небольшая пекарня в городе Киржач решила бесплатно привозить горячий хлеб старикам в близлежащие деревни и села. Мы решили, подумали, а пусть не приедет хороший, вкусный, честный хлеб. В Ярославле врачи-кардиологи частной клиники готовы выезжать домой к пожилым людям, проверять, консультировать. Что мы с собой берем? В первую очередь, конечно, это ЭКГ-аппарат, позволяющий снять полноценную кредиограмму 12-канальную, оценить состояние работы сердца. А в Волгограде юристы из фонда защиты прав потребителей финансовых услуг бесплатно помогают предпринимателям. Объясняют, как договориться с арендаторами, избежать банкротства, по возможности сохранить бизнес. Мы понимаем, что есть много людей, у которых бизнес стал, у которых нет ответов на их вопросы. И, конечно, в этом контексте мы не можем себе позволить пройти мимо. Все консультации стараются проводить по телефону или онлайн. У волонтеров тоже свои строгие правила. Они всегда в маске, руки обрабатывают антисептиком, доставка только бесконтактная. Анастасия Литвинова, Татьяна Степовая, Вести. Итак, в Москве утвержден новый алгоритм оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Отныне лечить инфекцию горожанам можно и на дому. Но речь идет только о тех, у кого заболевание протекает в легкой форме. Как заявили в департаменте здравоохранения, в больницу нет необходимости забирать пациентов с температурой ниже 38,5 градусов. Если симптомы тяжелее, заболевшего увезет скорая. Также на больничную койку обязательно положат, если пациенту больше 65 лет, либо есть хроническое заболевание или беременность. В любом случае, москвичам, которые чувствуют недомогание, следует вызывать врача. После подтверждения диагноза пациентов могут консультировать дистанционно, а при необходимости присылать медицинских сотрудников на дом. Новый регламент уборки нежилых помещений начал действовать в Москве. Трижды в день в местах общего пользования проводится влажная уборка специальными составами. Такие меры приняты для профилактики распространения вируса. Особое внимание детским площадкам. Очищают даже места сбора бытовых отходов и мусоровозы. Все подробности у Максима Апарина. При выходе из лифта или из квартиры мы все чаще встречаем их. Люди в масках и защитных костюмах уже не вызывают удивлений и вопросов. У каждого в руках бутылка со специальным раствором. Сейчас это основное оружие против коронавируса. Дезинфекционной хлоркой моем. Убивает микробы. Ну, бактерии. Все жидкости для обработки утверждены Роспотребнадзором. В их составе либо спирт, либо хлорка. Сотрудники жилищника тщательно обрабатывают так называемые входные группы. Трут дверные ручки, домофонные панели, кнопки лифтов и почтовые ящики. Те места, к которым чаще других прикасаются жильцы домов. Обработка происходит трижды за день. Ежедневно до 8.00, 16.00 и 20.00 проводятся дезинфекционные мероприятия сотрудниками ГБУ жилищник с применением специальных средств. В этом жилом комплексе в подъездах предусмотрены санузлы. Так что у клининговой компании, которая обслуживает дом, работы хватает. На четыре больших жилых корпуса почти 30 человек уборщиков. На борьбу с вирусом выходят каждый час. Вытираем кнопки лифта, дверные ручки. Три раза в день мы убираем подъездные санузлы. Время особого режима рекомендовано без надобности из дома не выходить. Но люди на улице все равно есть. И сотрудники клининга обрабатывают и уличные пространства, детские площадки, скамейки, клумбы. Есть детские зоны, есть садово-парковые мебели, лавочки, урны. Они также протираются, производится санитарная обработка. Персонал оборудован средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками. Всем необходимым для средств в полном объеме нас закуплено. А это уже дезинфекция одного из пешеходных переходов на Тверской. Антисептик распыляют из специального устройства. Обрабатывают буквально каждый метр перехода и тщательно протирают поручни на пандусе. Проводим обработку тоннельной части объектов, там, где наибольшее прохождение людей. Всего в работах задействовано 250 человек в велосуточном режиме. Кроме этого, коммунальщики провели внеочередную диротизацию и обработку подъездов против насекомых. Все городские и хозяйственные службы переведены в режим повышенной готовности. Максим Апарин, Николай Лаврухин, Дмитрий Черников, Вести.